Друзья, перед тем, как пойдет видео, хочу предложить вакантное место в развивающейся компании. Это речь о моей компании и нам нужны сотрудники в отдел по работе с клиентами. Требования очень простые. Обязательно нужно уметь нормально общаться с людьми по телефону, доносить информацию о том, какие у нас услуги есть, не минимальное знание об автомобилях. Ребята, телефон для собеседования будет вот здесь внизу. Продолжение следует... Друзья, всем привет! Это продолжение истории о том, как я поехал в Германию за липтом на две недели. Кто не видел начало, вот здесь вот я оставлю ссылочку. Полезно будет для того, чтобы был полный объем информации, как это происходило. А для тех, кто смотрел, напомню, что с учетом того, что объявили локдаун, у меня осталось всего лишь два дня. Вернее, даже один целый день и один чуть-чуть. И за это время надо было поехать в другой город, выбрать автомобиль, зарегистрировать его, при этом его еще приобрести путем перевода денег. Ну, в общем, сложная тема, сложная комбинация. Но обо всем по порядку. Я понимаю, что быстрее добраться туда на автомобиле и как минимум дешевле. Но с учетом того, что мы во времени ограничены и парням тоже надо быть в разных концах Германии, мы решили поделиться. Поэтому я прыгнул на общественный транспорт и поехал. Да, это дороже, но это быстрее. Скоро уже 3 часа ночи. В 2 я приехал практически на вокзал. Еду из Франкфурта на Майне в сторону Дрездена. Ехать мне 7 часов. И вот как раз мой поезд приехал, пошел огрузиться. Теперь у меня будет поезд с Эрфурта до Лейпцига. Там еще полтора часа, еще один поезд и несколько автобусов. Сейчас уже город Лейпциг, пересадка, я так подозреваю, двухэтажный паровоз стоит. И еще полтора часа, и я уже, грубо говоря, на месте в Дрездене. Ну там, правда, еще по городу пару раз на автобусе придется проехать. А так, в общем-то, уже, можно сказать, практически на месте. Осталось каких-то 2,5 часа, и я на месте. Ехал я только что на автобусе. Водитель денег, наличных не берет за проезд сейчас, потому что сейчас пандемия, и надо оплачивать только в онлайне. Я установил приложение, оплатил 2,50. Правда, я его устанавливал, остановок 5, пока понял, что от меня хотят. Но вроде бы мальчик не глупо установил, заплатил. Работает. Значит, машина по факту на 18-го года, в использовании она с 19-го года, ни один элемент у этого автомобиля не окрашенный. Визуально она действительно что снизу, что сверху, состояние тупо нового автомобиля. Ну и сразу пошли по салону. Ух ты, е-мое, я такого уже не делал на телефон, не снимал очень давно. Значит, вот самые проблемные места, которые есть у Volvo, это вот здесь и вот здесь. Вообще никаких потертостей нет. По ремням она тоже 18-го года. Очень такой уютный салончик, я бы его назвал, панорама. Панораму уже закрыли, ключи... А, ключи здесь могу открыть. Так, в общем, очень быстренько мы сейчас посмотрим этот автомобиль. Значит, я визуально уже пробежался. Он абсолютно целый. Сейчас я подключусь к электрическим блокам, все их почитаю. Пока будет идти тест, я пройдусь, покажу по кузову, что машина абсолютно живая и ровная. Модельный год у нее 19-й, хотя я под капотом видел, что она изготовлена в 18-м. Кстати, музыка Хармон Карбон. Вот этого я не видел. Везде ровненько. Значит, от 110 до 150 это, в принципе, везде норма. Запаски здесь нет, здесь только декадка. Ой, декадка, здесь только пена. Имеется в виду, вон клей лежит и компрессор. Вот эта штука, когда пробивается колесо, оно накачивается. И если небольшая дырка, то все получается. Ну, это такое легкое отступление. 117. 129. 125. Машина это после лизинга. Предварительную историю мы уже узнали. Не замученная, не задроченная. Из минусов здесь не получится ее посмотреть снизу. Но я уже так раком по полу особо ничего я по ней не вижу. 140. Так, тут все нормально. Пошел я дальше. Смотрите, что-то. Быстрое тестирование. Побежали. У нее менялась маска. Следующая сервисная замена в 92 через 30 тысяч. Фара у нее в 9 месяц 2018 года. То, что я видел, есть еще одни моменты. Где, где, где и есть. По ремням. По ремням. По ремням. А я ее. 20.09.18 года. Так, что у нас там? Какие-то есть уже неисправности. Возможно, они активные. Возможно, не так. По тормозным дискам. Тормозные диски здесь слегка подъеденные. Но совсем слегка. Передним забыл посмотреть. Тут тоже совсем слегка. Что мы имеем? Центральный электронный модуль. Считывание кодов неисправностей. Я сейчас, наверное, это все поклацаю. Будет проще. В общем, каких-то особых недочетов я по ней не нашел. У нее были ошибки. Но это все ошибки неактивные. И они за время жизни автомобиля. То есть, прямо сейчас у нее ничего нет. То, что у нее... Все ошибки я пофотографировал. Я их сейчас скину в общий чат. Машина нигде не крашена. Из минусов то, что я не смогу ее сейчас посмотреть снизу. Но я раком по полу посмотрел. Течи нигде никаких нет. Все живенько. Да неплохо. У нее хормон карбон стоит. Панорама. В общем-то, очень даже приличный автомобиль. Вот эти вот штуки относительно коррозии. То, что сейчас, возможно, возникнет вопрос. Выехать два раза, оттормозиться на этом автомобиле. Вся коррозия пройдет. Мотор у нее стоит D5. В поисках Wi-Fi, который по итогу оказался намного медленнее, чем мобильный интернет, я увидел, что у парней есть СТО. И я увидел, что происходит сейчас смена автомобиля. Один съезжает с подъемника, а другой собирается заезжать. Увидев это, я попросил парней, дайте мне 10 минут. Я сейчас заскочу, посмотрю автомобиль снизу. И они согласились. Да, состояние тупо нового автомобиля. Нигде ничего, нигде никакой коррозии. Ну, слегка только сама ушаба маховика Халдекса. А так, поднища везде очень ровненькая. Да. К сожалению, не получится снять. Ну, ничего страшного. Так, там везде все сухенько. Тут чистенько. Не-не-не, нормально. Спасибо. Тут хорошо. Тут отлично. Здесь. Здесь. Так. Защита не в масле. Патрубок чистенький. Резинки синенькие. Кстати, они такие интересные, очень эластичные. Какие-то силиконовые, что ли. Так. Окей. Идем еще раз. У него даже царапин по днищу нет. Значит, состояние порогов. Вообще, очень, очень даже и неплохой. У него. Тяжело в маске, конечно. Я еще взял такую необычную. А. О. Польские полуоси. Ну, так. Еще эта сторона. Пороги. 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 Здесь тоже все ровненько. Так. Радиатор. Что у нас? Радиатор. Радиатор у нас закрытый. Это отлично. А я думаю, все. Сейчас еще здесь снизу. Так. Тут все ровненько. И тут тоже пороги не тронутые. Забыл сказать, что она на летних колесах идет. То есть колеса, остаток у нее еще есть до контрольной точки. Но не могу сказать, что далеко. Но резина. Кстати, заднее колесо намного лучше, чем переднее. То есть переднее такое чуть-чуть поджуванное. А заднее очень даже и живое. Машину закрыл. Подходим. А может сбоку? Нифига. Не работает оно так. Хотя бесключевой доступ у нее есть. Да, бесключевой у нее работает. Основное передвижение этого автомобиля было покрасе. Потому что вот под дождем не видно, но капот он слегка посеченный камнями. Вот здесь, вот здесь. И вот так он в принципе усеян очень мелкими сколами. Вот отсюда и пробег. Но для дизеля это очень хорошо, что она ездила по трассе и видела мало города. Казалось бы, хватай этот классный автомобиль, беги его, оформляй и текай в сторону родной государственной границы. Но нет. Есть некоторые факторы. Ну, если не брать во внимание седой укрытый капот, который выбился вследствие того, что камешки на трассе повыбивали грунт, порой даже до металла. Если это опустить, то мы получаем то, что еще мы не проходим по стоимости. То есть не влазим и не влазим очень серьезно. А то, что немцы уступили всего лишь 200 евро на этой сумме, я посчитал, что это плевок в нашу сторону. В общем, в этом городе есть еще один автомобиль. Я поехал к этому автомобилю. Вот, я так предполагаю, это сие чудо. Сейчас мы, конечно, посмотрим, он ли это по характерным царапинам на бампере. Так, наверное, не он. Или же царапины на переднем бампере. Что-то я не помню. А не вижу я. Не он, наверное. Все у немцев хорошо. Чисто, аккуратно, красиво на улицах. Ну, разве что листья чуть-чуть валяются. И еще один есть легкий залет. Вот площадка. На этой площадке автомобиля нет. Эта компания действительно продает этот автомобиль. Только он находится ни хрена не по этому адресу, а по другому. Ехать еще 20 минут на автомобиле или же общественным транспортом порядка часа. Сейчас буду принимать какое-то решение. Время играет против меня. Я согласовал с заказчиком то, что поеду на такси. И в 17 волшебных евро решила проблему того, что я сократил время втрое. Вот этот автомобильчик мой. Тот, который к осмотру. Очень плохо, что дождь идет. Сильно тут ничего не видно. Ага. Не, не видно. Где же этот дефект? Вот так вот у него спрятали. Возможно, это на переднем бампере. Возможно, и нет. Пока не вижу. Пока вижу. Вот он. Вот этот вот дефект, который есть на автомобиле. Но все равно сейчас я еще буду детально смотреть, осматривать. На монтаже посмотрел на себя со стороны и увидел, что я такой заросший, небритый. Поэтому я сейчас сделаю паузу. Пойду в парикмахерскую. Подстригусь. Приведу себя в порядок. Сегодня суббота. Завтра воскресенье. Завтра я всем обещал видео. Я надеюсь, что я успею. В общем, дабы не втрачать марну час, я побег. Подстригся. Побрился. Теперь можно продолжать. Недавно я запускал видео с осмотанным пробегом. Кто не видел, можно посмотреть. И там я задал вопрос, кому что интересует. Так вот, в комментариях я понял, что есть очень много людей, которым нужны вот эти вот тонкости осмотра. Почему делается именно так, а не иначе. На что обращать внимание. Так вот, к чему это все. Никогда не осматривайте автомобиль во время дождя или после дождя. В общем, мокрую машину смотреть не нужно. Просто нельзя. Но если же вдруг получилось так, как получилось у меня, то пожалуйста, пользуйтесь толщиномером. Он как минимум должен привлечь ваше внимание к проблемным участкам. О, какой красот, как у меня. Крыша. Окей. Да. Проемчики. С проемчиками тут наверняка все хорошо. А вот подкрылок чуть-чуть зафулили. Не на месте. Разбирали. Зачем разбирали? Сейчас будем посмотреть. Нафига они его разбирали? Нет, тут не крашено. И здесь не крашено. Наверное, разбирались для того, чтобы поставить бампер на место. Так, окей. Сейчас мы это все защелкнем на свое место. Бампер поставили ровно хорошо на место. Бампер стоит по зазорчикам. Здесь хорошо. Здесь тоже отлично. В общем, видимо, недостаток пока. То, что я вижу, как и заявляли, это вот этот вот легенький косачок. Ладно, что по багажнику. Воу, друзья, если ты ложечка, был бы у них еще свободный бокс, было бы классно. Так, пена. Знак. Есть. Ну что, пошел я в салон, смотреть, что тут. Так, здесь нормально, следов краски я не вижу. Тяжело, конечно, под дождем смотреть машины. Так, а ну-ка. Не, показалось, не снимался болт. Так, тут болт не снимался. Здесь хорошо. Нет Wi-Fi в роуминге. Столько материала отправлять, это сдурить можно. Так, здесь нормально. Здесь тоже болтик на месте. Видите, болтики тоже все на месте, никто ничего не снимал. Все можно за... А, вот так, надо в телефон смотреть. Легкая потертость присутствует из-за того, что очень высокие спинки, широкие. Вентиляции нету, это минус. Панорама. Красивая. Черный потолок. Вот черный потолок, это очень смотрится стильно. Так, подкапотное пространство. 360 у нее нету. Вот мы, в принципе, видели и так. Нигде ничего сломанного я не вижу. Так, чтобы разбирали для чего-то, не вижу. Так, что у нас по фарам? Фара у нас 4 месяц 2018 года одна. И 5 месяц 2018 года вторая. То есть машина выпущена после мая месяца 2018 года. Мы однозначно понимаем, что у нее чистый 2018 год. Значит, последний раз она проходила техосмотр 11.06.20 на пробеге в 56 тысяч. Неужели это она с того времени так и продается? А ну сколько же у нее сейчас пробег? Пока нет минутки. Так, а ну-ка, включись. Давай, включайся. Так, 56.027. Ну, вот это вот она столько стоит. Окей, сейчас мы запустим двигатель. Так, пока читается. Я сейчас быстренько так наглядно посмотрю. Хоть отсчет посмотрю. Здесь все ровно, хорошо. Ни спичками заборинки вмешательств. Даже кондиционер сейчас кинчу. Я вот руку положил и сразу чуть не холодно. Стоит, у нее не менялись. Болки целые. Окраса капота я не вижу. В принципе, трылья тоже на своих местах. Не стоить, не отнимал. Ну, хороша. Вот, дабы не быть голословным, вот все подъемники. Вот их раз, два, три. И они все заняты. Вот эти вот все машины, вот в очередь туда еще выстроились за углом. Это все на замену резины. Сейчас камеру переверну. Вот, я все равно сейчас задам вопрос. Спрошу. Но пока я узнаю, какие должны быть действия. Потому что мы чуть-чуть ограничены во времени. Нет невыполнимых задач. И даже в сезон того, что меняются колеса, все равно автомобиль мы сможем осмотреть. Хотя, очень-очень тут активно заезжают машины на подъемник. И сейчас будем смотреть. Так, ну и коль меня уже запустили в подъемник. Дали мне 5 минут. 5 минут, 5 минут. Кстати, здесь, если на предыдущем, вот шарниры равных угловых скоростей шрусы, одним словом, были более покрыты ржавчинкой, то здесь не маховик сильно не покрыт, не сами обоймы. Снизу вообще нигде ничего не хватало. Из пластикового рессора такое впечатление, что она даже практически и не видела это бездорожье. Первый раз вижу в таком состоянии, если честно, что бы вот здесь вот даже не было отпечатков практически совсем. Обычно там оно так подъедает чуть-чуть. Так, по... В принципе, у Вольво тут особо нечего смотреть. Но я сейчас пройдусь везде. Пройдусь везде. Пройдусь, посмотрю. Болты даже нигде не раскручивались. Болты нигде не отнимались. Ну и вот самое сокровенное. Это... Автомобиль внутри. Так, ну я не вижу никаких потеков. Да и откуда они возьмутся на 50 тысяч. Так, так, так. Так, да, только следы от того, что было... По лужам где-то ездил. Следы от воды, от луж. Долго вспоминал это слово. Так, здесь у нас не снималось. Так, тут все. А ну-ка, я загляну. Так, да, тут все сухо. Везде абсолютно. Это вода. Ну, то есть, если было масло, оно было бы скользкое. А так оно просто мокрое. Состояние кузова. Вообще, как бдилка. Везде все ровненько. Любо-дорого смотреть такие автомобили. Потому как иногда смотришь, машины там 200 тысяч. Вроде бы и нормальные. И, в принципе, по кузову она целая. Ну, уже получаются всякие где-то прострелы ржавчины. А вот здесь вот вообще нигде ничего нет. В общем, состояние нового автомобиля. Даже противовес еще не покрылся коррозией. Саленблоки на задней балке ровные. А нет, вот здесь вот уже чуть-чуть начал покрываться коррозией сам этот противовес. Ну, а так, в общем-то, и в целом так по пыльникам не посмотрел. А то есть, еще на этой машине ехать больше двух тысяч. Ну, в принципе, после вылова себе нефиг пересматривать. Но, тем не менее, лучше поребздить. Конечно, не добьется. Дочь познает, молитву. Спасибо большое ребятам, что, в принципе, запустили. Меня быстро посмотреть. Но я тут, честно говоря, и ожидал увидеть все так, как оно хорошо и замечательно. Так, так, так. Все-таки пытаюсь где-то что-то высмотреть. Но пока не вижу. Сейчас еще кардан не смотрел. Вот здесь удобно будет его взять. Да, ну, вообще никакого люфтица нигде. Нигде ничего. В общем, машина хорошая. Я рекомендую. Пока я нахожусь в ожидании перечисления денег с Украины в Германию. Нахожусь в рассаднике Volvo. Сейчас покажу. Среди новых автомобилей. Походил, погулял. Мне все нравится. Ну, и, в общем, как стало понятно, что в пятницу машину я не оформил. И, соответственно, я залип 100% до понедельника. Договорились вроде бы на понедельник. О том, что закажем термин. Но будет ли он в понедельник с учетом локдауна, неизвестно. Но гостиницу все равно я сразу предупредил, что наверняка я останусь на понедельник. А может быть и нет. Пошло тоскливое время ожидания. Вот в таком месте застала меня судьба на эти два выходных дня. Ну, тут так, не могу сказать, что мрачненько. Иногда шумненько, потому что проезжают автомобили. А так, в общем и целом, чисто, уютно, комфортно. Будет время, когда закончится дождь. Я еще скажу вот туда наверх. Сейчас покажу. Сегодня уже четвертый день, как я нахожусь в Дрездене. И сегодня понедельник. Сегодня должны были оформить автомобиль. Но сегодня также ввели еще локдаун. Сегодня не работают рестораны, не работают школы-бассейны. Но школы-бассейны особо меня не волнуют. Закрыта половина магазинов. В связи с пандемией автобусы ходят намного реже, чем ходили. Не знаю, как с поездами. До поездов я еще не добирался. Но по факту еще номеров нет. Поэтому еще на один день я здесь застрял. То есть вроде бы здесь есть жизнь. Но еды нет, растительности нет. Прям как в том мультике. Иду какой-то магазин искать. По карте посмотрел. Один вроде бы открыт. Пришел, он закрыт. Иду к другому еще километр. Потому что уже время обеда. Кушать что-то нужно. А они где ничего не продают. В гостинице есть только завтрак. Фюрштук, как это говорится на немецком языке. Но как бы там ни было, я думаю, какой-то дежурный магазин все равно здесь будет открыт. Есть цивилизация на этом белом свете. Накружил я еды. Иду в номер. Ну все, сегодня я счастлив. Ждем завтрашнего дня. Субтитры сделал DimaTorzok За час времени, пока машина стояла с включенными фарами, пока мы ее оформляли, сел аккумулятор и теперь вот Volvo гарантия не совсем сработала. Сейчас, конечно, будем разбираться, почему так произошло, но парни слегка недовольны. В смысле мы, парни. Севший аккумулятор, севший пауэрбанк. Бустер. Да я понял, что бустер, но пауэрбанк звучит круче. Ну да, он севший. Он даже не загорелся. Ну, ему это... Не, его когда накинули, фары у него загорелись. Ну, смотри, он даже не искрит, так как должен искрить, видишь? Ну, вообще, еле-еле. Документы получили. Двигатель запустили. Номера практически 001. Стартуем в сторону домой. Проехали 6 километров по городу. Аккумулятор должен был подзарядиться. Кстати, еще интересный момент. Алейба? И еще даже не оторвалась, а не стерлась. Окей, пробуем, как это будет. Я очень надеюсь, что аккумулятор подзарядился. Бинго! Вот так вот, незаметно, до Польши осталось 18 километров. В последнее время я пытаюсь в тех автомобилях, в которых я ранее не ездил, сразу же включить камеры для того, чтобы выдать эмоции. Здесь тихо, спокойно, умировотворенно. Ну, в общем, нет какой-то гонки, нет еще чего-то. Относительно этого автомобиля здесь не лучшая шумоизоляция. То есть, все равно слышно какие-то порывы ветра в окошке. Здесь боковые стекла не двойные, здесь они одинарные. Возможно, это сыграло свою роль. Но, тем не менее, все равно в этой машине ехать очень комфортно. Украинская таможня. Место, где нужно справить естественную нужду. Забито забором гвоздями. В общем, тут кто где хочет, там где может. О, пограничникам не бежит. А, не, не бежит. Он так рванулся. Спасибо этому дому, но поедем мы дальше. У нас еще впереди таможня. Плюс мне надо еще заскочить в Житомир. Да и все-таки сегодня засветло попасть домой. О, какие планы я себе настроил. Очень уж хочется практически по истечению двух недель попасть в сторону домой. Машина, а машине по дороге. Сейчас вещи я положил, завтрак и полетели. Фаэтон запустили. Сейчас будем делать первый запуск Вольвы. Простоял он уже. Классная тема, бесключевой доступ. Эх, дотянуться бы. Пиздец. Да вы ее. Сел аккумулятор. Беда. Пошел на поиск проводов. Возможно где-то что-то. Вот какая-то мойка, вулканизация. Сейчас где-то что-то найдем. Если нет, то старый дедовский метод. Наверняка у местных таксистов есть провода. Сейчас вызовем, прикурим. И поедем. Но аккумулятор нужно. Нужно по-любому. Сейчас получит максимум живлыня. Запустимся. Ну а в Киеве уже поменяем аккумулятор. В общем нет безвыходных ситуаций. Всегда есть добрые люди. Пока ожидаю, пока перемещение сделают по документам. Быстренько пройду сертификацию. Сейчас, грубо говоря, вон граница. И сразу же на границе есть сертификация. Вот, в общем-то, быстренько здесь прошел ни очереди, ничего. Нормальные, приветливые девчонки сидят. Ответственные парни. Кстати, один из немногих сертификационных центров, которые действительно проверяют тормоза. Все остальные так на шляпу заехали и типа проверили, но нифига не проверили. В отличие от города Дубно, здесь реально вообще красота, пустота. Лишь только впереди раз, два, три машины легковых с лафетами. А так, в общем-то, никого нету. А, ну и четыре грузовика. Сейчас узнаю, верная ли была у меня теория, которую я предположил. Теория следующая. Я обратил внимание, что здесь каждое утро включался подогрев всего салона. Сидения здесь электрические. И электроподогрев руля. Учитывая то, что аккумулятор был полудохлый, это его и сожрало. Ну, так это или нет, кстати. Ладно, пробуем. Классная штука, безключевой доступ. Есть разные моменты жизни, которых мне немножко не хватает в автомобиле. Но лично мой автомобиль, он не настолько технологичен, как этот. Ну, что, с Богом. А моя теория была все-таки верна. И жрал аккумулятор, подогрев сидений, подогрев руля. Сейчас сторону таможни, а дальше я уже предполагаю, что, ну, наконец-то должно быть счастье. Не может быть. Всегда все плохо. В нашей культуре постсоветского пространства есть несколько таких пословиц, которые не совсем нужны и понятны, но, тем не менее, их принимают. Применяют. И одна из них – это «если долго мучиться, что-нибудь получится». Вот именно эта пословица отображает то состояние двухнедельной езды. Казалось бы, везде все просто. Везде есть какие-то тонкости, нюансы, которые и знаешь, и понимаешь, как упредить. Но, тем не менее, все равно обстоятельства порой складываются таким козлячим образом, что становлюсь заложником ситуации не только я, но и заказчик. Топливо закончилось километров семь назад, то есть уже километров семь назад он писал ноль, абсолютный ноль. По дороге заправка была только какая-то бывшая ТНК, не помню, как они сейчас называются, но, в общем, какой-то шмурдяк. Не хочется сюда заливать, а до Вога осталось еще пять километров. Зная эти автомобили, я понимаю, что мы доедем. Ну, в предыдущей версии доехали бы. А доедет ли это, как-то я слегка уже начинаю переживать, потому что уже очень долго горит прочерки. То есть оставалось 10 километров, потом загорелись прочерки, и уже еду достаточно долго, и еще ехать мне 4 километра. В общем, если что, буду толкать. Машина вроде как не тяжелая, катится она хорошо, поэтому, может, добрые люди помогут. Тут хоть до Киева осталось меньше 200 километров, но все равно заливаем полный бак, чтобы не получалось так, что придется человеку отдавать на парах автомобиль. Теперь можно ехать спокойно. Запас хода еще ого-го, хватит пока. Проехав по украинским дорогам, я, честно говоря, боялся, что 20-е колеса, а именно такие тут стоят, будут слегка жесткими для этого автомобиля, потому как родные колеса все-таки в аэрдизайне, они 19-е. И родных колес где-то они ушли в страну потерянных вещей. Но по официальной версии, они остались в лизинговой компании, как запасные колеса для другого автомобиля, для лизингового. Ихняя собственность была, колеса себе стали, да бог с ними, с теми колесами. В общем, касательно 20-х колес, пока неплохо. И здесь колеса не перекачаны. То есть здесь сейчас давление 2,3. Хотя если, ну вот здесь вот на стойке нарисовано, что если будет полная загруженность, то можно их даже качать до 2,7. Но пока какого-то неудобства я не ощущаю. Эта комплектация автомобиля, она, как для меня, честно говоря, странная. Потому что, вот, например, ну, наверное, более правильного описания, как максималка на минималках, ну, наверное, не смогу придумать. Объясню почему. Здесь для комфорта свет идет адаптивный. Причем адаптивные поворачиваемые фары. И точно так же здесь при повороте вправо-влево зажигается противотуманки, как дополнительное освещение. Все это хорошо. Но при этом я первый раз в жизни вижу R-дизайн без кожи на приборной панели. Обычно они ошиты, пусть искусственной, но тем не менее кожей. Здесь же нет. Здесь такой, нечто от инскрипшена досталось. И я смотрел, приборка здесь, в смысле сама торпеда, она не крутилась. Да, так о свете. Здесь стоят максимально возможные фары, которые есть на данный момент доступны у Вольво. То есть мало того, что активный свет, то есть автоматически включается дальний и по умолчанию едем на дальнем. Но когда едет передедущий автомобиль или же автомобиль, который идет в потоке, то дальний свет так, хопа, шторка раздвигается и не заслепливает тех, которые едут либо в потоке, либо навстречу. Он переключается, освещается. Есть и при этом фары, они еще и поворотные. Они следят за дорогой, за поворотом руля. Есть фары, которые просто включаешь дальний. Если есть встречная машина, они переключаются сами на ближний. Но вот здесь вот стоит максимальная тема. Ребят, с этой поездки еще очень много можно было всего показать. Но это получился бы уже сериал. А у меня есть что показать и о других автомобилях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok